Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. ЦКУ лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Герминевтический круг. Мы приступаем к изучению нового раздела предмета Иссагогика или введения в Священное Писание Нового Завета. Раздел этот называется Герминевтика. Это слово происходит от греческого глагола Эрминево, который означает толковать, переводить, объяснять. А сам глагол, в свою очередь, происходит от имени Гермеса, того из богов, который сопровождал иных богов Олимпа, и когда они общались с людьми, Гермес выступал в качестве переводчика. Можно дать следующее название этому разделу. И существует, конечно, более обширная библейская дисциплина, которая тоже называется герминевтика. Библейская герминевтика – это особая дисциплина, вводящая в соответствующие преданию Церкви принципы и предлагающие основанные на них методы толкования Священного Писания, призванные дать исследователю возможность полно и всесторонне уяснить смысл библейского текста. Следует отметить, что библейская герминевтика является научной дисциплиной в том смысле, что она имеет достаточно четко описываемые принципы и методы, но в то же время она является и искусством, когда дело доходит до извлечения смысла из конкретного библейского текста. Потому что процесс толкования не может быть до конца формализован. И вот прежде чем обратиться к принципам и методам библейской герминевтики, следует обсудить важнейшую идею. Идею, которая относится не только к герминевтике Библии, но и к философской герминевтике, к той науке, которая занимается извлечением смысла вообще из любых человеческих текстов. Эта важнейшая идея называется герминевтический круг. Эта идея, в свою очередь, следует из философского принципа, который гласит «обще больше, чем механическая сумма его частей». Таким образом, получается, что для того, чтобы нам понять литературное произведение, нам вначале нужно его прочитать отдельные части, осознать его в целом, и вот только после осознания в целом мы можем, повторно читая это произведение, делать уже адекватные выводы относительно его содержания. Одним из тех философов, который занимался вопросом герминевтического круга, был Фридрих Шлейермахер «Годы жизни» 1768-1834. Он говорил о том, что цитата «как целое понимается из отдельного, но и отдельное может быть понято только из целого, имеет такую важность для данного искусства герминевтики и столь неоспорима, что уже первые же операции невозможно проделать без применения его, да и огромное число герминевтических правил в большей или меньшей степени основывается на нем». Иначе этот принцип, герминевтический круг, Шлейермахер формулировал следующим образом. «Ни одно произведение невозможно понять только после одного прочтения». То есть, чтобы хорошо, адекватно, в полноте понять литературное произведение, его нужно прочитать минимум два раза, а то и больше. Итак, герминевтический круг. Основа герминевтического круга, его нижний ряд – это отдельные смысловые единицы, части произведения. Соответственно, верхняя часть герминевтического круга – это целостное восприятие произведения. И вот следующий автор, который для нас важен, который также занимался этим вопросом, Ханс Георг Гадамер, годы жизни 1900-2002, говорил о том, что, по сути дела, верхняя часть герминевтического круга – это погружение в контекст. Но не только литературный контекст данного произведения, речь идет о том, что, читая ту или иную книгу, тот или иной рассказ, мы невольно погружаемся и в другие виды контекста, прежде всего исторический, ну а также характерные для данной исторической эпохи социальный, политический, религиозный и иные виды контекста. Вот что писал Гадамер. Цитата. «С логической точки зрения это давно было ясно. Здесь имеет место круг, так как целое, исходя из которого должно быть понято отдельное, не дано прежде отдельного. Подобный круг постоянно расширяется, поскольку понятие целого имеет относительное значение, и включение произведения во все более широкие взаимосвязи непременно затрагивает также понимание частей». Это все тоже движение, в котором мы учимся понимать чужое мнение, чужой язык или чужое прошлое. Круговое движение происходит потому, что ничто истолковое не может быть понято за один раз, ибо верно подмечено, что и в рамках родного языка читатель должен впервые освоиться с языковым запасом автора на основе произведения последнего. Еще в большей степени это касается специфичности его мнения. И так получается, что Гадамер говорит о разных контекстах и о том, что контексты постепенно могут и будут и даже должны расширяться. Таким образом, германифтический круг напрямую выводит нас на необходимость изучать любое литературное произведение с учетом разных контекстов. Но оказывается, одним из таких контекстов и очень важным для произведения является традиция его изучения, его прочтения, его истолкования. Об этой традиции также говорит Гадамер. Цитата. Круг таким образом описывает понимание как взаимодействие двух движений традиции и истолкования. Предугадывание смысла, направляющие наше понимание текста, определяет себя из общности, связывающей нас с преданием. Эта общность, однако, непрерывно образуется в нашем взаимодействии с преданием. Она не изначально заданная предпосылка. Мы сами порождаем ее, поскольку мы, понимая, участвуем в свершении предания и тем самым определяем его дальнейшие пути. И вот этот вывод замечательного философа Герминефта имеет огромное значение и для библейской герминевтики, которая изучает Священное Писание. Этот вывод важен и значим потому, что невозможно изучать Библию в отрыве от какого-либо предания, традиции, связанной с ее пониманием нашими предшественниками. Поэтому, то, о чем мы будем говорить дальше в следующих лекциях, если кто-то скажет, вы православные предвзяты, вы хотите изучать Слово Божие и при этом толковать его в том смысле, в котором понимали ваши предшественники. Церковные авторы до революции, святые отцы на Руси, святые отцы в Византии. Но это же уже некая ограниченность. А вот я, человек не церковный, а может быть даже неверующий, я буду читать Библию с чистого листа. Меня никто ни в какие рамки не загоняет. Я буду читать ее так, как я ее понимаю. И вот появляется такой не церковный исследователь, который начинает Библию читать, и фактически он стоит у истоков нового предания, новой традиции толкования Библии. Мы сами знаем, что так произошло, например, с Мартином Лютером, который достаточно радикально отверг предание католической церкви, но нынешняя лютеранская церковь во многом ориентируется именно на него в толковании и понимании священного писания. То же касается и более частных случаев, когда какие-то исследователи, разбирая тот или иной текст Библии, очень редко они предлагают свое с чистого листа. Все-таки приходится обращаться к тем, кто может пояснить и уже пояснил тот или иной термин, приходится обращаться к тем исследователям, которые выявили какие-то факты, могущие нам разъяснить библейский текст, библейскую ситуацию, библейскую историю. И получается, что все равно даже человек, который пытается отвергнуть предание, он уже действует в русле некоего малого предания. Ну а для нас, людей церковных, сказанное Гадамером, очень естественно, потому что мы, когда толкуем священное писание, мы не стесняясь говорим, да, мы не изобретаем велосипед. Это не только, вообще говоря, отличительная часть научной работы, если говорить о духовных академиях, но и отличительная часть любого разумного человека, который использует лучшие наработки своих предшественников. А нашими предшественниками являются именно церковные авторы и толкователи, многие из которых даже причислены к лику святых. Итак, из идеи германефтического круга, как мы с вами видим, следует не только необходимость погружения в разные виды контекста, но также и предполагается, что существует традиция или предание, которое помогает истолковать данный текст. Поскольку германефтический круг при каждом выходе на верхнюю его часть, то есть на уровень контекста, предполагает некое обогащение, установление все новых и новых связей, то есть когда мы смотрим и узнаем какие-то новые подробности из области истории, из области социальной жизни, какие-то детали, связанные, например, с исповеданием культов, может быть, даже языческих в ту эпоху, это лучше помогает нам понять Священное Писание, то получается, что расширение контекста, оно фактически безграничное. И поэтому, когда спрашивают, в какой момент германефт, толкователь, должен выйти из германефтического круга, то ответ следующий. Он никогда не должен этого делать. Германефт должен правильно войти, то есть понимать, где части, где целое, где контекст, и оставаться в германефтическом круге, то есть познание любого текста и познание с расширением понимания – это процесс бесконечный. В силу этого иногда приводят другой образ, или лучше сказать, дают другое название для германефтического круга. Называют его не германефтическим кругом, а германефтической спиралью показывая тем самым, что толкователь, каждый раз обогащая себя новыми знаниями и возвращаясь к тексту, поднимается на некий новый уровень. И поэтому мы можем утверждать, что да, конечно же, не напрасно наши с вами подвижники, предшественники, которые изучали Библию, говорили, что чем больше мы ее изучаем и понимаем, тем больше нам открывается, но еще очень многое остается для нас непонятным, неизведанным, то, что может быть открыто. И поэтому, если кто-то скажет, вот, вы изучаете Библию уже 2000 лет, но что нового вы можете сказать, что нового вы можете найти? Мы, конечно же, обратим внимание такого человека на его германефтическую необразованность, потому что основной философский принцип, германефтический круг предполагает, что мы можем еще и очень долго до бесконечности и очень глубоко в полноте своей изучать священное писание как Ветхого, так и Нового Завета. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok